Здравствуйте! В эфире экономическое обозрение. В еженедельной программе мы анализируем новости и события из экономической жизни страны и региона. Сегодня в центре нашего внимания оказались следующие темы. Инфляция до конца года не превысит 7%, уверены эксперты. Средняя майская зарплата в Гомельской области была почти на 14 рублей больше, чем в апреле. Предприятия торговли подготовили скидки на товары ко дню независимости. Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с начала года построено около трети от общего объема введенного жилья. А теперь обо всем подробнее. Инфляция до конца года не превысит 7%. Об этом сообщил первый заместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Крутой, передает Белта. По результатам пяти месяцев инфляция составила 2,7%. Это исторический минимум. Поэтому до конца 2017-го вполне возможен выход даже на показатель в 6-6,5%. Первый замминистра отметил, что на следующий год закладывается инфляция в 7%. Кроме того, до конца 2018-го правительство планирует снизить ставку рефинансирования до 11% годовых. И еще немного цифр. Средняя майская зарплата в Гомельской области была почти на 14 рублей больше, чем в апреле. При этом, как сообщает Белстат, в мае реальная зарплата с учетом инфляции по сравнению с прошлым годом выросла на 6%. В рейтинге заработных плат по районам первое место в прошлом месяце занял Речицкий. Почти 840 рублей. В Гомеле средняя сумма около 760 рублей. В нашем регионе больше всего в мае получали те, кто занимается вспомогательной деятельностью в сфере финансовых услуг и страхования. 2600 рублей. Второе место у айтишников чуть более 2,5 тысяч. К другим новостям. В Гомельской области сохраняется положительная динамика в промышленном производстве. Оживление в работе этой сферы подтверждается ростом индекса промышленного производства. Если в январе-марте он составлял 97% к такому же периоду прошлого года, то по итогам работы за 5 месяцев вырос до 101,7%. Положительная динамика сохраняется и в июне. Сегодня начался достаточно успешный рост. Мы видим, что восстанавливается потенциал нашей промышленности. Сегодня индекс физического объема производства продукции обеспечен на уровне 101,7% по области. Самое наше крупное предприятие, которое значительно влияет на прирост, это Мозырьский нефтеперерабатывающий завод. Он постепенно восстанавливает свои объемы. Но если без него, то область работает еще более успешно. 108,5% обеспечивает темп роста. Поэтому сегодня можно констатировать, что промышленность восстанавливает свой потенциал. И мы надеемся, что безусловно это повлияет и в целом на экономическую ситуацию в области. Ну и в первую очередь на благополучие наших людей, потому что это поможет обеспечить рост заработной платы. Самые высокие темпы роста демонстрируют предприятия частной формы собственности. 120% к уровню прошлого года. Учитывая тот факт, что удельный вес промышленности в воловом региональном продукте области составляет 35%, ее рост оказывает положительное влияние на работу всей экономики. Если говорить о частном секторе, то он показывает достаточно успешный рост уже второй год. И сегодня он работает с темпом роста почти 120%. В принципе, если говорить, секторально разделить государственный, республиканский сектор коммунальный и частный, то республиканские предприятия работают с темпом роста где-то около 102%. Наши предприятия коммунальной формы собственности где-то до 103%, а частный сектор работает 119,7%. Одним из факторов, которые сыграли роль в стабилизации работы промышленности Гомельской области, является диверсификация рынков сбыта продукции. Если еще несколько лет тому назад около 90% произведенных товаров реализовывались в российских регионах, то в настоящее время почти треть продукции уходит на рынки других стран. Когда-то мы были населены только на российские рынки, это у нас занимало больше 90%. Сегодня российский рынок составляет где-то процентов 65-67. Это уже говорит о том, что мы свой экспорт диверсифицируем. Мы сегодня, в общем-то, осваиваем практически все по всему миру. У нас есть большие или малые поставки. Это говорит о том, что мы сегодня нащупываем, где мы сегодня можем проходить по своей цене. Это и Азия, и Африка. В общем-то, география очень широкая. Сегодня 112 стран, куда мы поставляем свои продукции. Кстати, год назад, до начала июня, запасы готовой продукции на складах организации коммунальной собственности составляли около 32,5% к среднемесячному объему. В этом же году они снизились примерно до 28,5% при нормативе 45%. Мы не можем сказать, что сегодня прям такой вот рывок. Мы сегодня можем отмечать только ту положительную динамику, которая происходит в экономике. И сегодня наши все действия нацелены именно на то, чтобы сохранить эту динамику и обеспечить, если не по полугодию, то по году. Выход на все параметры прогноза. Практически все секции, которые формируют валовый региональный продукт, они идут с положительной динамикой. Конечно, 98,5% это не тот показатель, который может обеспечить стабильную экономическую ситуацию, но это уже динамика положительная. Продолжаем выпуск. Предприятия торговли Гомельской области предоставят покупателям ко дню независимости скидки на товары. Акции, скидки на продовольственные и непродовольственные товары запланированы торговыми предприятиями различных форм собственности. Предложения по скидкам от 5 до 70% разработали во всех районах Гомельской области. Так, в универмаге Гомель 3 июля можно будет купить продовольственные товары со скидкой 5%, непродовольственные – 15%. На некоторые товары предусмотрено снижение цен в магазинах Сахарторга и Табаквинторга. Кроме того, Табаквинторг до 5 июля проводит акцию «Товар дня». Скидки от 5 до 15% будут распространяться на определенную продовольственную группу товаров. В крупных сетевых предприятиях розничной торговли к дню независимости скидки на отдельные позиции будут доходить до 50%. Продолжаем выпуск. Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, за пять месяцев года построено почти 480 тысяч квадратных метров или около трети от общего объема введенного жилья, сообщает Белта со ссылкой на Национальный статистический комитет. В январе-май организациями всех форм собственности построено более 16 тысяч квартир. Введено в эксплуатацию почти полтора миллиона квадратных метров общей площади жилья. Тем временем специалисты делятся планами перспективного строительства жилья в Гомеле. По поводу перспективного строительства в 2017 году будет продолжаться строительство в Советском районе, в районе Реческого шоссе. Там будет строиться многоэтажный, 11-этажный жилой дом, трехподъездный с набором одна-двухкомнатных квартир. Также будет строительство еще в пикрорайоне 19, двухподъездный, 11-этажный жилой дом с набором одна-двухкомнатных квартир. Это будет коммерческое жилье, а цена будет формироваться позже. Есть предложение от Гомельского ДСК. Там в 96-м микрорайоне сейчас строится дом номер 54. Там снижена цена для нуждающихся. Цена за один квадратный метр 750 рублей. Этот дом, он предполагает, значит, для нуждающихся именно заявлению брать. И в том числе, если не нуждающийся человек, он тоже построить сможет по 850 рублей за один квадратный метр. Всю информацию можно получить в едином центре продаж квартир по номеру телефона в Гомеле 8-232-75-52-67 или по мобильному плюс 375-44-505-66-53. А также непосредственно в УКСе, который находится на улице Белецкого, 7. На этом у меня все. Встретимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...